Здравствуйте! Сегодня в Израиле день памяти, день катастрофы, когда отмечают сегодня сирена будет, сейчас 10 часов весь Израиль останавливается. Давайте мы сегодня расскажем истории именно из катастрофы. Рассказывал Раф Шапира, это выдающийся раввин, который чудом остался жить после катастрофы, и он рассказал, что произошло в концлагере Освенца. А ему пришлось распиливать какие-то дрова, чтобы топить бараки с заключенными. И однажды во время такой работы, в холодный день, он увидел, услышал, точнее, страшные крики. Оказалось, что нацисты вывели еврейских женщин с маленькими детьми на уничтожение, вели их в газовую камеру. И это страшные крики, рыдания, и, в общем, это было все ужасно. И тут одна женщина его увидела и бросилась к нему с корзиночкой, так прямо из строя, и подбежала к нему и начала просить у него нож. И он понял, что она хочет покончить с собой, потому что перед камерой он сказал лишь, что начал быстренько объяснять, что это не надо, что может человек найти в такие минуты. И она его не слушала, все время говорила, дай мне нож, дай мне нож, дай мне нож. И, короче, она поняла, что он нож ей не даст, и она как бы побежала назад к ней, охрана уже начала приближаться, она побежала назад. И тут он бежал за ней, рассказывал, не надо, не надо, и тут офицер остановился, их двоих остановил. Удивительно, что он не выстрелил сразу, подошел. В чем дело там, начал орать, и Раф говорит, что он отговаривает эту женщину от самоубийства, так и так. И она увидела, что у офицера в руках нож такой небольшой, она стала его просить, дай мне нож. Офицер смотрел на нее и увидел, что в глазах что-то не то. То ли ему, он взял свой подсчет, сэкономить пулю можно там, или посмотреть интересно, как она убьет себя. Он с улыбкой открыл нож, открыл лезвие, дал ей нож и смотрит. Она схватила нож, взяла свою сумочку, это не сумочка, а кошелочка маленькая, открыла ее и сняла тряпку. И все увидели там маленький ребенок, на подушечке лежал совсем младенец восьми дней, которого она родила. Женщина подняла корзиночку с младенцем и говорит, богословен ты, Господь, Бог, праведный, повелевший нам сделать обрезание и вступить в союз с нашего отца Авраама. После этого она произнесла, он говорит, вообще я это запомнил на всю жизнь, она произнесла шахияну. То есть благозарственную молитву, спасибо, Господь, что ты позволил мне исполнить твое повеление, сделать такую митцву. Потом она отдала нож офицеру, закрыла младенца тряпочкой. И говорит, в полной тишине такой она сказала слова, которые, говорит, я вот помню, сколько лет прошло. Она говорит, Боже, ты дал мне здорового сына, я возвращаю его тебе кошерным и обрезанным. Через несколько минут и мать, и сын уже не было в живых, их, как и других, поглотила газовая камера, а затем и крематорий. Это один из эпизодов геройства и веры народа, который, вот я думаю, что эта женщина больше всех показала, что мы заслужили вот Машеха. Вот недельная глава, которую мы изучаем, рассказывается об обрезании. Вот пример обрезания, это пример совершенно уникальной веры, уникального мужества, уникального действительно героизма. Вот поэтому мы отмечаем сегодняшний день, точнее не отмечаем, а просто помним, чтобы никогда такого больше не было. Брахавы от слаха, еще полслова. Если люди в таких условиях и так боролись за обрезание, то не дай бог, кто сейчас в таких, когда все это можно, все сделать, пусть подумает о том, что обрезание это признак, символ, точнее, союза Бога с народом. Брахавы от слаха.